Всем привет! Продолжаем гулять по Италии. Находимся сейчас мы в Вероне. Когда-то здесь был вход монастырь доминиканцев, дворик перед консерваторией Даля Бака. Вот сбоку, сразу за церковью Сан-Джоросито. Здесь четыре погребения с красивыми арками XIII-XIV века. Арка Дженизела, принца Болония в 1273 год и позже семья Верита. Над входным порталом расположена знаменитая подвесная арка Гудельма де Кастельбарка, первое захоронение такого типа, сооруженное в Вероне. Это могущественный феодал Долины Лагарина, правитель Вероны в 1285 году при дворе Скалежеров, советник Катгранде, умер 6 сентября 1320 года. Ну и, конечно, главным актом его политической карьеры было восстановление стратегически важной для города крепости Рока де Ла Кьюза и вместе с Альберто де Ла Скало. В своем завещании Кастельбарка выразил волю быть похороненным при церкви святой Анастасии. Захоронение, сооруженное за 9 лет до смерти, поражает, конечно, поражает архитектуру. Ну, старина просто ужасная. Вот так, 4 колонны поддерживают каменные балдахины, украшенные готическими, такими пинаклями, колоннами и шпилем, в которые установлены мраморный саркофаг. В центре Пречистая Дева Мария с младенцем, а звук у скульптора изобразил савон Кастельбарка. Культура Кастельбарка на крышке саркофага с головой, богато украшенной подушкой, увенчанной шапкой из горностая. Ну вот, собственно говоря, и все, что я вам хотел показать. Верона, знаменитая подвесная арка Гулельмо и Кастельбарка, могущественного феодала Торины Клигарина. Все, пока-пока, до свидания. Это была Верона. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok